По традиции понедельник в областном Белом доме начался со штаба по комплексному развитию региона. Министры по-прежнему заняли свои места. Все по-старому, кроме одного. Теперь штаб вместо Морозова возглавил Алексей Русских. В Рио губернатор начал заседание с пожеланиями всем доброго утра и поздравлений с Днем Космонавтики. Глава региона в приветственной речи также подчеркнул, нет времени делать паузы. Знаю, что в Ульяновской области был взят хороший темп работы. Уверен, что мы его не только не снизим, но сделаем его еще более эффективным. Темп будет высокий и права на ошибки нет. Так что не будем делать ненужных пауз и начнем нашу работу. Русских в очередной раз поблагодарил за хорошую работу Сергея Морозова и его команду. Поэтому попросил прежних замов экс-главы региона и председателя правительства Александра Смекалина продолжить трудиться. С сегодняшнего дня я начну ознакомиться с каждым членом правительства лично. Поэтому какие-то материалы вам будут предоставлены, те вопросы, которые меня будут интересовать. Наверное, сегодня мы вам уже предоставим график, так чтобы мы эту следующую неделю могли все это лично пообщаться. Приступили к вопросам повестки. Временно исполняющий обязанности губернатор попросил докладывать кратко и по существу, чтобы уложиться в полтора часа. Начались ситуации по коронавирусу, который в регионе остается стабильный. Темп распространения заболевания снижается. Однако в 14 районах области показатель заболевания выше среднего. Возглавляет антирейтинг Барышский район. Если говорить о динамике выздоровевшего населения, он составляет почти 94%. Мы примерно в одинаковых позициях среди всех регионов Приворского федерального округа. Но тем не менее, на третьем месте на сегодняшний день находимся. Сегодня от коронавируса привито 5% населения региона. Это 69 тысяч человек. За это время поступило почти 83 тысячи комплектов препарата. Это позволяет вакцинировать свыше 5000 человек в сутки. Мы и раньше рассматривали торговые центры, чтобы тоже начать вакцинацию. Сегодня мы проводим переговоры с хозяем этих торговых центров. Если нам Роспотребнадзор разрешит все помещения, которым уже выбрали, и они подходят для вакцинации, то, естественно, мы еще начнем вакцинацию в торговых центрах города Ульяновска. Отдел Минздрава перешли к месячнику по благоустройству в регионе. Исполняющий обязанности министра энергетики ЖКХ и городской среды Александр Черепан отчитался по итогам одного из дней регионального субботника, который прошел в минувшую пятницу. Основная цель – избавить область от остатков снега, мусора, покрасить, а также почистить опоры и мафы. Наша главная задача – привлечь к этой работе жителей региона. И мы по уже и опыту, и той работе, которую провели, планируем привлечь порядка 3,5 тысяч организаций задействовать в проведении благоустроительных работ. И порядка 53 тысяч жителей региона, которые активно уже сегодня показали свою активность, участвовали в благоустроительных работах. Но одно дело сложить мусор, а другое – избавиться от него окончательно. Черепан добавляет, основная проблема сейчас – собранные в мешки мусор, которые не вывозят уже третий день. В свою очередь русских отметил. В минувшие выходные прошелся по Ульяновску. Мусор увидел, а мешки нет. Четвертый вопрос на повестке – ремонт дорог. В ходе ежегодного мониторинга состояния областных дорог установлена необходимость устранения аварийной ямочки на общей площади 5500 квадратных метров. Стоит отметить, что этот показатель улучшился, и у нас наблюдается снижение на 15% таких работ по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Рио губернатор, обращаясь к коллегам, подчеркнул – дороги – лакмусовая бумажка в работе представителей власти. Новый глава региона также отметил, что хочет знать все, что творится в районах. В его планах в ближайшие месяцы проехать область, поговорить с руководителями на местах и людьми. Ринаталья Улова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.